Май продолжает эстафету памятных мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Калязинском районе эту дату отметили множество мероприятий, участниками которых в основном стали представители молодого поколения. Те, кому предстоит нести в будущее память о героическом прошлом нашего народа. Подробнее смотрите в нашем сюжете. В преддверии Дня Победы в Калязинском районе прошел целый ряд мероприятий, приуроченных к празднику. Состоялся кросс и легкоатлетическая эстафета. Волонтеры приняли участие в акции по раздаче георгиевских ленточек и вручению поздравлений и подарков ветеранов. Сам праздничный день в Калязине отметили торжественность с соблюдением всех традиций. Во время митинга на центральной площади города к собравшимся горожанам обратился участник Великой Отечественной войны Александр Иванович Тупицын. Поздравляю вас с праздником Победы! Мы вместе с вами разгромили врага. Мы вместе восстановили народное хозяйство, разрушенное войной. Тройкратное ура! Эмоциональным моментом праздника стала театрализованная композиция, подготовленная коллективом Дома культуры. Участники постановки представили сцены, символизирующие вечный огонь, тяжелые бои и работу фронтовых медсестер. Изнурительный труд ради победы тружеников тыла и детей войны, переживших эти страшные годы. Эпизоды почтальонки и безымянный солдат не оставили равнодушным зрителей, которые пришли в этот день на центральную площадь города. Как отметил глава Калязинского района Константин Ильин, именно 9 мая объединяет всех, как никакой другой праздник. Мы по-прежнему остаемся верны своей памяти. И как показывать события в последнее время, эту память мы должны не просто хранить, но и тщательно оберегать. Кульминацией праздничной программы стало молодежное шествие «Огни Победы», праздничный концерт и салют в Парке Победы. А подарком для всех калязинцев к майским праздникам и наступающему летнему сезону стало открытие фонтана в центре города. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!